так друзья всем привет привет мальчики и девочки юноши и девушки бойцы и бойцыцы с вами инский и сегодня мы поговорим о кузнице сразу готовьте печенюшки сухарики и попкорн потому что рассказ будет достаточно долгий и так основное предназначение кузницы это создание шмота для наших великолепных чудесных генералов сейчас у меня кузница поднимается с 31 уровня на 32 поэтому некоторые вещи у меня тут будут ограничены ну в плане запуска там и улучшения поэтому буду только рассказывать пойдем по порядку и так когда мы заходим основная наверное вещь которая нам нужна это ремесло заходим в ремесло и видим тут сразу несколько вкладок несколько там ползунков и прочего 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 внизу мы можем выбрать тот элемент одежды который мы хотим делать элементов как бы у нас шесть основных да это шлем доспехи по ножи сапоги кольцо и и то есть это было пять и среди шестой это оружие оружие у нас есть четыре вида четыре вида по четырем родам войск которые у нас есть меч на пехоту топор на для осады ну в основном да вот копье для коньячик для кавалерии нашей и луки ну соответственно для стрелков с этим вроде бы как бы разобрались дальше вот здесь вот мы выбираем качество нашего шмота качество от самого простого элементарного синего до красного да причем в красном у нас это хамониды и шмот дракона буду называть дальше шмотом чтобы мне было легче и там я не парился как называть дальше около некоторых вещей у нас есть вот такие вот символ да это значит что данная вещь входит в состав какого-то набора вот так давайте откроем более сложный какой-то предмет и пройдемся по нему то есть чтобы у вас тоже возникало как бы такое вот целостная картина когда мы смотрим на шлем короля бесстрашный например мы видим что он входит в состав набора окей к нему чуть чуть позже дальше показывается что нам необходимо и если подсвечивается зеленым циферки это значит что-то у нас есть до слыша да да вот этой вот косой это показывается сколько материалов у меня есть а вот здесь после слыша показывается сколько мне материалов нужно для создания одной единицы вот этого вот шлема вот ну собственно допустим синий камень 39 есть 15 надо 58 есть костей 15 надо свиток свитках чуть-чуть позже свиток 13 есть один надо перья 6 есть 15 надо бронза 15 есть 15 нужно если чего-то у нас не хватает она у нас подсвечивается красными кем тоже вроде как понятно окей у нас есть такая штука как основные атрибуты то есть что это значит что если мы создадим вот этот вот шлем и дадим его генералу то он будет улучшать вот это вот все на вот эти вот проценты с этим тоже надеюсь понятно дальше у нас показываются атрибуты набора то есть сколько нам нужно первая цифра это сколько нам нужно для какого набора и вторая цифра это сколько вообще элементов входит в набор то есть два из шести элементов нам надо для того чтобы у нас улучшилась скорость марша 4 из 6 атакой очки жизни стрелков на марша и 6 из 6 атакой защита всадников на марш то есть полный набор вот короля дает вот такие вот нам бусты дополнительные с наборами мы можем ознакомиться вот здесь ознакомиться что вообще входит в набор и какие они есть вот какие элементы захотите посмотрите единственное что есть маленький нюанс немножко проблемы там с грамотностью и написанием поэтому тут сильно не обращайте внимание дальше извините вы вывалился дальше еще одна вещь которая есть у нашего шмота это свитки свитки это иными словами чертежи то есть шмот до чемпиона включительно у нас не требует цветка и мы можем их создавать просто вот так вот все что свыше чемпиона то есть начиная генерала и дальше нам нужны свитки свитки у нас выпадают из монстров то есть из 8 9 монстра основного там из перитона и минутавра у нас падают свитки генерала из 10 11 это грифон и и хтиандр господи и фрит у нас падают свитки короля свитки дракона у нас падают из пушистика это b12 ладно неважно и начиная из 13 это фафнир и там дальше чудовище феникс и дальше у нас падают как свитки дракона таки свитки ахомонида ну 17 не бил 17 не знаю вот 16 мы вчера вернее сегодня ночью грохнули такие и оттуда мне даже выпали свитки дракона вот с этим надеюсь тоже понятно мой вам совет вот личный не тратьте время и не распыляйтесь на все что ниже короля почему потому что ну там усиление не очень большое будете только тратить время и ресурсы которых у вас и на начало будет не хватать вот и еще одна вещь которую очень не рекомендую делать у нас есть такая вот линия фронта где мы тоже можем магазине поля боя покупать свитки свитки покупаются за жетоны которые в основном мы зарабатываем константинополь не тратьте пожалуйста вот не тратьте это очень ценный ресурс то есть вообще вот забудьте за этот магазин ну вот правда почему потому что вот эти вот жетоны вам понадобятся для других вещей частности если все-таки сможете то для разблокировки чуда сразу идет 1700 жетонов и дальше вот дальше для улучшения снаряжения о нем чуть чуть попозже вот это вот улучшение так с наборами понятно по ремеслу понятно звезда что дает звезда звезда это когда вкладывая голду мы улучшаем параметры наших предметов то есть мы тратим золото и основные атрибуты также у нас будут улучшаться вот почему кстати тоже я не рекомендую тратить и улучшать там сильно шум от генерала потому что тут уже достаточно весомые суммы будут идти вот какого-то там очень сильного буста вы не получите ну и соответственно звезду можно улучшить прямо вот здесь из кузницы и заодно посмотреть вообще чертю у вас есть вот так еще раз с помощью звезды у нас улучшаются основные атрибуты вот эти вот которые у нас вот здесь атрибуты набора у нас не улучшаются на не как вот как в том анекдоте до девочка как у тебя бантик держится как прибили так и держится вот с набором понятно звездой понятно с ремеслом вроде как тоже понятно дальше улучшить улучшение это дополнительные атрибуты вот но по улучшению я делал отдельное видео поэтому на нем мы останавливаться не будем если захотите найдите пожалуйста то как я там трачу кучу гол голды и кучу гемов на улучшение параметров вот вот эти вот параметры можно там блокировать но это будет тогда стоит гемы если нас устраивает все вот ну правда не хочу вот на то что у меня уже было по этому видео не хочу тратить время и свое и ваше вот по поводу этого улучшения надеюсь тоже понятно еще раз по поводу наборов если у нас в наборе есть а допустим у нас тут будет частенько происходить такое что у нас допустим есть два вида драконьих колец драконие кольцо мужественное допустим драконе кольцо бесстрашные сапоги мужественные сапоги бесстрашный работает если у вас допустим сапоги мужественный а кольцо бесстрашной то все равно у вас будет считаться как два элемента набора вот эта вещь надеюсь понятно Теперь переходим к следующей вещи. Если с этим понятно, то вот здесь вот у нас есть еще улучшение снаряжения. Вот тут есть улучшение, и тут есть улучшение. Это, конечно, шляпа со стороны разработчиков. Можно было что-нибудь придумать там другое или перевести корректнее, но улучшение снаряжения у нас работает только одно снаряжение у нас улучшается сейчас. Это шмот дракона до шмота ареса. Шмот ареса мы можем получить на 30-м уровне кузницы, и дополнительно нужно еще выполнить определенные требования. Ну, например, для драконьего шлема надо прокачать суперзащиту обороняющегося солдата. Для драконьих доспехов надо открыть чудо. Для штанов госпиталь 30-го уровня должен быть. Для сапог у вас должен быть открыт мастер драконов. Мастер драконов открывается при какой-то силе дракона. По-моему, до 6-го уровня докачаете, докормите и откроется вам. Король генерала у меня еще нет. Король генералов, например, это надо обладать, по-моему, шестью генералами силой от трех с половиной тысяч. Лук ореса нужен лагерь лучников 30-го уровня, дракония пика там конюшня и так далее, так далее. Вот. Мастерская 30-го дает топор ореса и казарма 30-го дает меч ореса. Есть тут еще один маленький нюанс. Если у вас драконий шлем мужественный, то он может улучшиться только до шлема ореса мужественного, а драконий шлем бесстрашный улучшается до шлема ореса бесстрашного. Звездность сохраняется. Если у вас там было 5 звезд, то и шлем ореса у вас будет с 5 звездами. Вот. Ну и так далее, и так далее. Для того, чтобы улучшить шмо дракона до шмота ореса нам надо голда много, материалы много, ну кроме требований к улучшению, и жетоны вот эти вот, медальончики, которые в основном в Константинополе падают. Вот. Поэтому я и говорю, что не тратьте пожалуйста, вот тут на линии фронта их не тратьте. Вот. Так, с этим вроде бы как разобрались. Надеюсь. Про вот это вот улучшение, чем оно отличается от вот этого. Следующее. Материалы. Ну, с материалами тут, наверное, самое простое. Все делали квесты, все собирали материалы и там комбинировали. То есть, если мы сюда заходим, мы видим наши материалы и можем их собирать. Из трех материалов более низкого уровня появляется один, ну, одна единица более высокого уровня. Например, ой, например, собрать. Собрать. То есть, мы можем как по одному собирать, так можно написать всем и тогда все сразу, все, что есть, оно соберется. Вот. Значит, можно вот так вот собирать и можно еще, вот кто там внимательный, может быть, спросит у меня, может быть, не спросит. Сейчас попытаюсь найти. Вот. такая штучка иногда попадается быстрое создание. Ну, например, у меня есть все, но здесь появилась кнопочка быстрое создание. Система позволяет, не заходя там и, ага, мне там надо 15 там элементов кожи 6 уровня, тогда мне надо идти туда там, и все. Нет, можно нажать быстрое создание, система сама найдет вот эти вот вещи и соберет. Ну, если у вас есть достаточное количество материалов. Я нажимаю подтвердить. Все. Надеюсь, что с этим тоже как бы все понятно. Вот. Ну, пошлина, генерал, который находится в пошлине, в кузнице, улучшает, увеличивает скорость изготовления. Кроме этого, в кузнице увеличивается скорость изготовления. Вот тут вот в разделе оборона почему-то, ну, логика там непонятна. Кузнец тоже мы прокачиваем и тоже он увеличивает скорость изготовления предметов в кузнице. Вот. Так. С этим вроде бы понятно. Итак, ребят, вроде бы ничего не забыл. Значит, единственное по поводу материала. Многие спрашивают, где нам брать материалы? Ребят, материалы добываются в бою. Ха-ха-ха. Вот. Материалы добываются из наших монстров. Вот. И на материалы очень богатые именно викинги. Просто обожаю их. Вот. Будете бить и будет собираться. Ну, кроме 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 этого еще там за донат и прочие пирожки. Вот. Потом оно находится у нас все в предметах. Потом приходим в предметы. Распаковываем. Открываем максимум. Ну, и дальше наслаждаемся, радуемся жизнью. Так далее, так далее, так далее. Все, друзья, вроде бы достаточно подробно, популярно и понятно объяснил по всему. Будут вопросы, задавайте. Вот. Если будет много и вопросы будут сложные, что буду видеть, что что-то непонятно, может быть, допилю еще одно видео. Потому как видите, 17 минут протарахтел. Достаточно такая большая насыщенная тема. Потому что много всяких элементов в меню. Да, тут и здесь выбираем, и здесь выбираем набор, и звезда, и улучшить. И чем вот это улучшить, от этого улучшить. И так далее, и так далее. Все. Традиционно. Всем хорошего настроения. Старайтесь не гореть, не терять щит. Ставим лайки, дизлайки этому видео. Задаем вопросы. Желаем хорошего настроения. Можно кинуть донатик за работу обзорщику. Можно подписаться на канал. Собственно говоря, всем до новых волнующих, чарующих встреч. Спрашивайте, буду стараться делать еще видосы. по плану для тех кто досидел до этого момента. По плану следующее видео, одно из ближайших будем делать по генералам на осаду. И после этого будем делать по генералам на защиту, по генералам в подчиненные. А там дальше посмотрим что-нибудь еще. вот все. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. -пока. Продолжение следует...